всем привет у меня сегодня на обзоре вот такой ssd м2 накопитель емкостью 512 гигабайт пися экспресс 3.0 который сегодня продается на алиэкспресс со скидкой от продавца примерно за две с половиной тысячи рублей есть бесплатный экспресс доставка например мне его доставили за три дня ссылка на диск будет в описании но советую сперва посмотреть это видео до конца чтобы увидеть его тесты и решить нужен ли он вам покажу вам теста и до 64 crystal mark а также реальную скорость записи при копировании папки размером 66 гигабайт еще увидите сравнение его с другим диском пися экспресс 3.0 а именно xpg s11 pro gaming который стоит на сегодняшний день dns два раза дороже но зато с гарантией 5 лет купил я данный диск для сборки из прошлого видео про мощный пока за 10к на 2011 сокете там был установлен ssd sata вот с такими скоростными показателями они мягко говоря меня не устроили как его работа с операционной системы и немного подумав решил что надо воспользоваться разъемом м2 и купить продвиндос диск побыстрее тема сработала операционная система стала грузиться не 30 секунд а всего за 9 секунд отличный результат но не будем рада радоваться а лучше переходим к тестам и так на полностью пустом диске запускаю то есть чтение на и до 64 и видим пляшущий график да не знаю что и сказать может быть это потому что я не запустил перед этим оптимизацию и сразу начал тестирование сильно ли это влияет результат напишите в комментарии идем дальше а дальше посмотрим что покажет кристал диск сразу скажу про температуры что диск тестировался без радиатора и нагрелся за все тестирование максимум до 70 градусов и это когда находился на китайской плате под башни процессора тестов кристал марки будет 21 слева на x79 плате с 2011 сокетом второй вариант справа на плате asus prime z590p чтобы понять есть ли разница на разных чипсетах и видим что действительно есть и на плате с чипсетом z590 ssd показал результат лучше ну что же посмотрим теперь скорости записи при копировании папки на 66 гигабайт сперва показываю скорость копирования на плате с 2011 сокетом sata ssd на этот м2 ssd видим что сперва есть упор в скорость sata около 500 мегабайт но после 50 процентов все же идет понижение скорости записи и что ssd м2 загружен на сто процентов а sata диск нет получается возможно контроллер памяти м2 не может долго поддерживать данную скорость 500 мегабайт и теперь показываю копирование той же папки на 66 гигабайт на плате с чипсетом z590 будем копировать с м2 на м2 ssd а одновременно с этим слева скорость записи этой же папки на другой диск xpg s11 pro gaming и та же история до 50 процентов копирования набирая до своего максимум 2 гигабайта в секунду а затем сбрасывают как видите до аж ниже 200 мегабайт разницу с xpg видите сами после середины не в два раза а вовсе в 10 раз по скорости пишите свои мысли на этот счет в комментарии перед тем как подвести итоги про этот ssd предлагаю вам подписаться на мой канал чтобы не пропустить новые компьютерные истории а также заходите в гости в группу telegram канала где можно пообщаться с другими любителями компьютеров и обменяться с друг с другом своим опытом подведя итоги что скажу про этот диск то что он заметно быстрее запускает windows игры чем саташный диск и людям для которых пока служит для игр в экономном стиле это неплохой вариантик что касается записи чудо не случилось и если вам важно скорость записи то экономит тогда не стоит лучше поискать более проверенный диск и купить лучшим в магазине своего города потому что браке никто не отменял и тогда пригодится и гарантия поверьте даже среди тех кто зарекомендовал себя как надежный могут быть бракованными которые может попасть потом куда до на алиэкспресс под другим уже брендом а на этом у меня все до новых встреч пока пока